Это новости на канале ВКТ в студии Ольга Десятого. Смотрите сегодня. Ремонт закончен на сей раз без претензий. Глава Сочи сегодня еще раз посетил общежитие на Полтавской. Спасатели эвакуировали туристов, на которых напал медведь. Молодую пару на вертолете вывезли со склона горы «Зеленая». В Сочи выбрали самый классный класс. В финале городского конкурса потрудиться пришлось и ученикам, и учителям. Посоревновались на воде, а теперь и на суше. Шесть команд больших парусников приняли участие в спартакиаде. Отстраненные, но не сломленные. В Краснодаре чествовали кубанских паралимпийцев. Из-за дисквалификации всей сборной они не попали в Рио-де-Жанейро. Зато удачно выступили на альтернативных всероссийских играх. Торжественный прием провел губернатор края. Он поздравил спортсменов. От Краснодарского края участие в соревнованиях приняли пять атлетов. Они завоевали четыре медали, одна из них – золотая. Но говорили не только о спорте. Очень важный вопрос. Человек, который находится на коляске, чтобы развиваться не только в спорте, а в какой-то другой профессии, должен куда-то пойти, куда-то выйти. Мы сейчас требования однозначные, жесткие, предъявленные за всем застройщикам, что элементы доступной среды должны быть у всех зданий. Для того, чтобы не только спортом занимались, но и просто могли чувствовать себя такими же, как и все. Это очень важно сегодня. Сегодня для меня, для администрации края и в целом такую задачу я ставлю перед главами поселений, муниципальных образований. То есть должна быть эта доступная среда, о которой мы так все время говорим, она должна быть реально доступной. Она должна быть не просто в заявлениях, она должна быть в жизни. Вы те, кто вдвойне, втройне сильны духом, потому что продолжаете жить, бороться, жить активно, радоваться жизни, что само по себе очень важно. Работу продолжат и в развитии спортивной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями, чтобы как можно больше человек смогли заниматься физкультурой. 417 тысяч на сегодняшний день на территории края находятся в такой непростой ситуации и, к великому сожалению, пока только 14% занимается именно физической культурой и спортом. Конечно, мы будем делать все, потому что губернатор нам такую задачу ставит, чтобы как можно больше привлечь, особенно молодых людей, для занятия физической культурой и спортом. Сейчас в крае работают 28 спортивных клубов для людей с ограниченными возможностями. Цель, чтобы такие комплексы были в каждом районе. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Час контроля для чиновников. Как исполняют поручения губернатора, проверили в краевой администрации. Начальник контрольного управления доложил Вениамину Кондратьеву о том, какие задачи выполнены не вовремя или с нарушениями. Одним из первых на повестку совещания вынесли вопрос об открытии детского сада номер один в «Горячем ключе». Во время рабочих визитов руководитель региона неоднократно бывал на месте стройки. Из-за проблем с подрядчиком сроки сдачи детсада в эксплуатацию не раз переносились. Закончить строительство планировали еще в начале сентября, напоминает Вениамин Кондратьев, главе муниципалитета. Вы мне сказали, что 1 сентября там будут дети. Где дети? Мы с самого первого дня только отыграли контракт Сергея Петровича, начали вести диалог о финансировании. Я понимаю всю ответственность, но вот этих сумм, которые Юрий Николаевич сказал, действительно не хватает для того, чтобы оплатить те работы, которые не были включены в первоначальный контракт. Мы об этом знали, мы эту работу провели, оборудование все заказано. Вы уже два раза переносили срок, да, сдачи? Хватит позориться, коллеги. 1 ноября – последний срок, чтобы сад был задан в эксплуатацию. 1 ноября. И для вас он может тоже стать последним. Я, во-первых, говорю серьезно, потому что если мы таким способом дальше будем что-либо строить, то лучше не строить. Обсудили на совещании работу платных парковок в Краснодаре. По мнению Вениамина Кондратьева, необходимо проверить, насколько обоснованы договоры этого проекта между муниципалитетом и инвестором. Разумно будет сделать вообще прозрачность всю деятельность по парковкам в Краснодаре. Вот это будет разумным, чтобы люди, жители Краснодара понимали, за что с них взимают плату. Когда машина любого жителя Краснодара и приезжего, в том числе, паркуется на парковке в центре. Вот это должно быть очень максимально прозрачным. Нам не понятно, а жителям тем более. Максим Иванович, вместе с Анатольевичем создаете комиссию, мне нужны цифры, мне нужна экономика этого проекта. Когда она купается, сколько сегодня зарабатывается, сколько вкладывается городом. Подобные совещания традиционно проводят в последний четверг каждого месяца. На ковер губернатора вызывают всех его заместителей, краевых министров и глав муниципалитетов. Как отметил Вениамин Кондратьев, важно, чтобы такие встречи были не просто экзаменом для чиновников. Результаты должны ощущать сами жители. Мне нужно, чтобы мы вырабатывали реальные механизмы, которые будут способствовать реализации тех обещаний, которые мы с вами вместе даем нашему населению. И не важно, будет маленький это поселок или это будет наш краевой центр. Везде живут люди. Мы сегодня для всех должны максимально выкладываться, чтобы реализовывать то, что они от нас просят. Они просят просто жизнь. Нормальные человеческие условия. Отмечу, что всего за время работы Вениамин Кондратьев отдал почти полторы тысячи поручений. Из них больше половины уже исполнено. Инга Габешия, телекомпания ФКТ. Курортный сбор необходим Сочи для обеспечения лучшей безопасности жителей и туристов, а также для обновления городской инфраструктуры. Сообщают РИА Новости со ссылкой на мэра курорта Анатолия Пахомова. С предложением ввести курортный сбор выступил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в августе на заседании Госсовета. И президент эту инициативу поддержал. Сегодня курортный сбор – это необходимость, пояснил глава Сочи. Дороги, пляжи, зоны отдыха, природные достопримечательности, объекты ЖКХ требуют восстановления и модернизации. Немаловажным вопросом является и обеспечение безопасности. В Сочи, например, за ситуацией на улицах следят тысячи видеокамер в местах массового скопления людей. Но требуется дополнительная установка систем видеонаблюдения в жилых микрорайонах и там, где программа «Безопасный город» пока не действует, сообщают РИА Новости. На это нужны средства. Анатолий Пахомов отметил, что подобные вопросы можно решать за счет курортного сбора. При этом он должен быть незначительным – 50-100 рублей. Напомню, президент России поручил правительству до 1 марта внести в законодательство изменения, предусматривающие введение курортного сбора, доходы от которого могут быть направлены на развитие санаторно-курортного комплекса. Спасатели эвакуировали туристов, на которых напал медведь. Молодую пару на вертолете вывезли со склона горы Зеленая. Звонок в отряд поступил накануне поздно вечером. Пара незарегистрированных туристов сообщила, что на хребте Ачишхо на них напал медведь. Девушка получила рваные раны спины. Необходима срочная эвакуация. В район поиска незамедлительно выдвинулись 11 спасателей. По словам туристов, они вышли в поход 12 дней назад с горы Фишт. Два дня назад должны были выйти через хребет Ачишхо в поселок Красная Поляна, но сбились с маршрута. Вчера рано утром, поднимаясь по склону, увидели двух медведей. Отскочить с дороги, по которой бежали звери, удалось парню, а вот девушку медведь задел лапой. Рану туристы обработали, но двигаться дальше по сильному дождю не смогли. Обнаружив пострадавших, сотрудники МЧС подняли их на борт. На базе отряда спасатели передали 25-летнюю жительницу Краснодара медикам. Ее доставили в травмпункт. Шедевры авиации и морских судов собрали в Геринжике. Там проходит 11-я международная выставка «Гидроавиасалон». Официальный старт форуму сегодня дали глава Минпромторга России Денис Мантуров и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. В этом году участие принимают более 100 отечественных и зарубежных компаний. И впервые представляют свои модели юные изобретатели. Самому младшему всего 7 лет. На форум они привезли собственные разработки и макеты подводных лодок, батискафов и гидросамолетов. За такими молодыми конструкторами будущее науки, самолеты и кораблестроения, уверенный министр промышленности и глава региона. Гидроавиасалон – это отличная возможность убедиться в высоком потенциале нашей российской техники и хорошая площадка для налаживания новых связей и заключения взаимовыгодных контрактов. Они принимают участие в гидроавиасалоне. В этот раз очень много молодых конструкторов. Они разные, эти разработки. Где-то, наверное, необычные, но смелые. И вот за такими разработками, за такими молодыми конструкторами, изобретателями будущее нашей науки, будущее нашего кораблестроения, самолетастроения. И очень важно, чтобы вот эти разработки не остались только мечтами и макетами. Очень важно, чтобы они притворились в жизнь. И тогда многие технологии мы не будем нигде покупать. Мы просто будем их создавать сами. После торжественной церемонии Денис Мантуров и Вениамин Кондратьев осмотрели экспозицию. В этом году ее расширили, чтобы показать больше техники. Участники Черноморской регаты больших парусников показали свои спортивные возможности. За трофеи в четырех видах спорта боролись команды шести парусных судов. Расскажет Татьяна Говоркова. Накануне были подведены итоги второго этапа Черноморской регаты больших парусников 2016. Победителем стал фрегат «Мир». Второе место, несмотря на поломку, заняла «Надежда». В каждом порту, где останавливаются парусники, помимо водных баталий, есть и спортивные состязания. В Сочи представлены четыре вида спорта – армрестлинг, перетягивание каната, поднятие гири и мини-футбол. За звание лучших боролись курсанты фрегатов «Мир», «Надежда», «Херсонес», «Барка», «Крузенштерн», а также прогулочных суд из Болгарии, «Роял Хелена» и «Калиакра». Критерии для оценки предельно простые. В гиревом спорте надо поднять гирю наибольшее количество раз, с правой и левой рукой. В перетягивании каната побеждает, естественно, сильнейший, кто перетянет другую команду на свою половину площадки. В мини-футболе кто больше забил, тот победил. Ну и в армспорте то же самое, кто сильнее, тот победил. Кубки за все три места разыгрываются в каждом виде спорта. В 2014 году на турнире в Сочи два первых места заняла команда «Надежда», показав лучшие результаты в гирьевом спорте и стритболе. Спустя два года курсанты фрегата стараются не снижать показатели. В Констанции мы заняли второе место по перетягиванию и третье по гребле на «Яле». В Новороссийске было чуть лучше. Мы из четырех финалов участвовали в трех. Один выиграли, два – второе место. Курсанты, конечно, готовились к соревнованиям, которые будут проходить на берегу и, естественно, к регате. Поэтому на первый этап, если вы знаете, мы заняли второе место. Сейчас пытались выиграть, шли очень здорово, выигрывали, лидировали. Но случилось то, что случилось, с погодой спорить не с руки. В свои коррективы погода внесла и в береговые состязания. Спартакеада должна была проводиться на стадионе первой школы. Но из-за дождя команды, представленные шестью парусными судами, показывали свои спортивные возможности в спортзалах. Татьяна Говоркова, Демидт Даниловский, телекомпания ФКТ. Ну и как стало известно позже, первое место во всех четырех видах спорта завоевала команда «Барка Крузенштерн». «Мир» взял в серебровом рестлинге, гирьевом спорте и перетягивании каната. «Фрегат Надежда» заработал второе место в мини-футболе. Команда также взяла бронзу во мрестлинге и гирях. «Херсонесу» достались кубки за третье место в перетягивании каната и мини-футболе. И также отмечу, что сегодня в 18 часов завершились экскурсии для жителей и гостей курорта на «Паруснике». Зато в субботу, 24 сентября, всех желающих приглашают к площади Южного Мола. Оттуда в 11 часов будет дан старт параду моряков. А в воскресенье в 13 часов корабли выстроятся в параде парусов и отправятся на финишную прямую в болгарскую Варну. И, кстати, завтра в Сочи изменится схема движения транспорта. Причина – парад участников «Регаты», открытые чемпионаты первенства Краснодарского края по триатлону на длинной дистанции, и открытые первенства края по триатлону и стафете. Спортивный турнир пройдет с 23 по 25 сентября. В связи с тем, что маршрут движения соревнований пройдет по действующим автодорогам, 24 сентября с 6 утра до полуночи будет частично ограничено движение транспорта по улице Голубая от улицы Цветочная до Морского бульвара. От отелей Меретинский по Морскому бульвару далее направо по Триумфальной до въезда на трассу Формула-1 и по улице Триумфальная в обратном направлении до выезда из Олимпийского парка. Также по совмещенной дороге Адлер-Красная поляна до поселка Красная поляна. Кроме того, 24 сентября с 11 до 13 часов от площади Южного мола до Северного мола все желающие смогут насладиться парадом участников Черноморской регаты. На это время будет ограничено движение транспорта по улице Несебрская от АЗС Лукойл до пересечения с улицей Войкова и Москвина. Ремонт закончен на сей раз без претензий. Неделю назад мэр Сочи Анатолий Пахомов проверял ремонт дома номер 22 по улице Полтавской. Тогда он остался недоволен работой подрядной организации. И сегодня решил еще раз проконтролировать ход ремонтных работ. Подробнее Елена Авсецина. Дом с 1975 года постройки ранее принадлежал санаторию Ставрополье и фактически считался общежитием. С 2007 года по решению суда перешел в видение муниципалитета. Поэтому, когда здесь в январе случился пожар, городские власти пообещали сделать ремонт. Поменяли кровлю, полностью покрасили домы с внешней стороны и внутри. Проложили новые коммуникации. То есть теперь здесь новая система водоснабжения, теплоснабжения. В каждой квартире установлены батареи и собственные приборы учета. Раньше у нас со второго этажа спускались трубы водоканальные, всякие трубы водяные, всякие-всякие. То есть здесь все было в трубах, в трубах абсолютно со второго этажа. Здесь как заходишь, было как подвальное помещение. А на сегодняшний день, посмотрите, у нас нормальные стены, труб не видно. То есть этаж стал абсолютно жилым и цивильным. Тем не менее, в прошлый раз Анатолий Пахомов нашел ряд недоработок и поручил их устранить. Строителей не подвели. Такого современного ремонта жильцы бывшей общаги никогда и не видели. И сегодня они благодарили и мэра, и ремонтную бригаду. Спасибо вам за то, что сделали для нас. А это сделали, да, уже просто, чтобы у вас места общего пользования. Сейчас плинтус забьет, наверное, в течение дня. Спасибо вам большое. И ребятам в бригаде, все огромное спасибо. Молодцы ребята. Так работали. Ну, сейчас надо самим еще взяться, потому что сейчас они плинтуса поставят, отмойте. А то он не говорит, а то он воет за вас. К подрядчику теперь уже претензий нет. Напротив, даже уборку во время ремонта строители делают сами. И жильцы первого этажа все убрали из коридора. А вот на втором этаже по-прежнему стоят шкафы, что недопустимо в рамках пожарной безопасности. И ведь горели уже, но сами они жалуются, что совладать с соседями сложно. Мэр рекомендовал срочно обратиться в госпожнадзор. В целом, ремонтом глава города остался доволен. Строители с душой подошли к выполнению работ. Этот дом не считается аварийным, поэтому муниципалитет не оставил его в плачевном состоянии после пожара. Другие же дома ветхие, признанные непригодными к жилью, будут снесены. Только в этом году ключи от квартиры ждут около 350 человек из 12 аварийных домов. Уже до конца этого года в высотку на Виноградной въедут 137 новоселов. Елена Всецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. С начала года в бюджет Сочи поступило более 2,5 миллиардов рублей неналоговых доходов. Это благодаря работе Департамента имущественных отношений администрации курорта. В этом году эта структура городской мэрии отмечает 25-летний юбилей. Торжественное собрание с подведением итогов работы в честь важной даты сегодня состоялось в городской администрации. Грамоты, цветы, знаки почета за добросовестный труд. Глава Сочи Анатолий Пахомов вручает заслуженные награды лучшим работникам Департамента имущественных отношений. В их числе и Ольга Машкова. Она служит в Департаменте 25 лет, практически со дня его основания. Ей вручили знак отличия за вклад в развитие города. Вначале Департамент создавался в соответствии с государственной программой приватизации. В принципе, для приватизации предприятий. Торговля, бытовое обслуживание, общественное питание. Это первые годы была практически приватизация. Потом уже изменился вид услуг, аренда земли, аренда помещений. Но сейчас очень много разных муниципальных услуг оказывает Департамент. Таких услуг через МФЦ Департамент предоставляет 22. Ежегодно в Департамент поступает более 30 тысяч писем и обращений. Это максимальный показатель обработки среди всех подразделений администрации города. Ну а о слаженной работе, красноречивее всего говорят цифры. Одно из основных – это пополнение бюджета. Чем можно действительно гордиться тем, что мы в этом году уже в сентябре месяце собрали в бюджет муниципального образования 2,5 миллиарда рублей и планируем до конца года пополнить ему более чем на 3 миллиарда рублей. Что может составлять более 50% от фактически собственного бюджета города. Это показатель, который ранее никогда не достигалось. Эти деньги Департамент собирает с аренды муниципальной земли и помещений и имущества, переданного в собственность города. Так, например, только в ходе последних торгов удалось продать все 17 выставленных на торги олимпийских коттеджевыми ретинки и заработать на сделках более 170 миллионов на развитие курорта. По большому счету, здесь Департамент имущественных отношений в этом году он своими выполнениями, перевыполнениями планов по продаже имущества, по сбору платежей за земли, за имущество, в принципе, по большому счету, выполняет нам план, и за счет этой работы мы, по сути дела, выполняем социальные обязательства перед нашими жителями. Благодаря этим средствам город продолжает строить школы, детские сады и пристройки к ним, что крайне важно в условиях быстро растущей численности населения курорта. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Самый классный класс выбрали в Сочи. Сегодня состоялся финал городского конкурса классных руководителей и ученических коллективов. До финиша дошли 6 школ города из 32 заявленных. Конкурс «Самый классный класс» длится уже 8 месяцев. Все это время учителя демонстрировали судьям авторские системы воспитательной работы в классе, а ребята проявляли себя с творческой стороны. В итоге до финала дошли сильнейшие, среди которых и 10-й А-класс 25-й Адлерской школы. У меня очень талантливые дети. Очень талантливые дети. И, честно говоря, они всегда все делают по максимуму. По максимуму учатся, по максимуму празднуют, по максимуму отдают себя. Я всегда говорю, самое главное – это не навреди и дай ребятам то, что они хотят. Еще есть одна формула – нет ничего невозможного. В этом мире можно всего добиться, если ты хочешь. И если за твоей спиной вот такой дружный, активный, креативный класс. Сегодня свою формулу успеха конкурсанты продемонстрировали на сцене. Визитная карточка, мастер-класс и интерактивная игра. То, как ученики и классные руководители проявили себя в этих финальных номинациях и стало решающим фактором для судей. Сплоченность в классном коллективе, позиция учителя как партнера, помощника, друга. Я процитирую замечательных наших персонажей из любимейшего фильма «Ирония судьбы». Ошибки учителей, как и врачей, очень дорого обходят сообщество. И чтобы этих ошибок, избежать их вообще невозможно, чтобы этих ошибок было мало, и чтобы они не были такими чувствительными, вот для этого мы и работаем. В следующем году конкурс «Самый классный класс» отметит 10-летний юбилей. Все эти годы мероприятие помогает выявлять эффективные модели воспитания и инновационные практики, реализуемые классными руководителями сочинских школ. По итогам же конкурса 2016 года финалистами стали наставники и классы гимназий номер 1, 6, 8, лицея 59, школ 25 и 38. Ну и в итоге самыми классными классами могут похвастаться 25-я школа, 59-й лицея и 1-я гимназия, каждый в своей категории. Все лауреаты помимо дипломов получили денежное вознаграждение, которое они могут потратить на нужды своего класса. Также победители едут в аквапарк и на хоккейный матч. А самому классному-классному руководителю, им стала педагог 8-й гимназии Галия Огнева, подарили путевку в Дом отдыха для работников образования, что в Геленджике. Инга Габешия, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. «Жизнь прекрасна», утверждает сочинка Галина Поплавская. Так называется ее четвертая персональная выставка акварели, которая открылась сегодня в художественном музее. Поплавская – член Союза художников России и участница многочисленных вернисажей. В экспозицию включены более 40 произведений разных лет. Натюрморты и пейзажи, этюды из путешествий по Кавказу. Многие работы зрители увидят впервые. Это уникальные уголки Сочи и его окрестностей. Галина Поплавская меняет представление об акварели и создает полновесную живопись больших форматов. В работах прослеживается следование академической традиции и любовь к пленерности. Своей персональной выставкой Галина Поплавская хочет привлечь внимание общественности к необходимости развития и популяризации жанра акварели. Автор – лауреат премии Путина по работе с одаренными детьми. В рамках экспозиции будут проведены творческие встречи и мастер-классы по вторникам и средам с 16 часов. Экспозиция открыта для посещения до 23 октября. Ну и в завершении выпуска информации от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошив, штор на заказ. А все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.